Нейрографические линии. Пока все собираются, я покажу вам и расскажу немножечко, как это устроено. У меня еще есть две минутки времени. И вот это время, мои две минуты, текут из прошлого к моему будущему. И расширяют мое пространство, как та вода, которая удивительным образом, вот так вот, прибой, вот так вот. И я очень хочу, чтобы весь мир узнал, увидел, понял и принял, просто не мешал, да, вот, просто не мешал каким-то моим достижениям, мыслям. Я принимаю этот мир, мир принимает меня. И для этого я округляю все соединения, все уголочки, говорю, дорогой мир, здравствуй, я к тебе пришла. Я принимаю тебя, прими меня, пожалуйста, тоже. Прими меня, не ломай. Помоги мне, помоги в моих достижениях, начинаниях, в моих ошибках даже. В моих победах, в моих удивительных, ежедневных, любопытнейших открытиях. Вот сегодня с одной клиенткой разговаривали, знаете, вот есть материализм, да, атеизм, есть духовный человек. Какие-то нарративы, нарративы, значит, восприятие жизни. Есть духовные люди, а есть духовные материалисты. Вот я отношусь к духовным материалистам, и так получается, что в этом смысле подобное притягивает подобное. Все мои клиенты относятся точно так же к духовным материалистам. Удивительная, необычная, по сути, миром правленная история, которая помогает нужным находить нужное, да, делать ошибки, безусловно. Вы знаете, если говорить о сессиях, которые я веду, и думается, ну вот, пришел к психологу, психолог-то точно знает, что делать. Ничего подобного, ребята. Может быть, я вот вас разочарую, но если вы пришли, вы индивидуальность, индивидуальность и удивительный, невероятнейший мир. И это как раз самое ценное. Психолог тоже человек, и ему интересно невероятно. Я говорю сейчас за себя, да, за Романову Ларису Викторовну, которую тут вот вам пока все собираемся, нейрографику дорисовывает, и сейчас мы подойдем все к нашей теме. Так вот, психолог, честное слово, сразу не знает, что делать. Какие же инструменты подействуют на вас, а какие инструменты вам совершенно не помогут. Так вот, не поверите. Вот Альфа-банк нейрографикой уже озадачился. Я редко беру нейрографику. Нужно, чтобы эмоциональная готовность человека была к этому. Вот сейчас я уже закончу, осталось у меня буквально чуть-чуть. Вот, я прошу, дорогие мои, здравствуйте. Я рада вас здесь видеть. Я понимаю, что вот вы видите здесь меня, вот так вот этот рисунок. И это тот наш мир, который дается нам в нашей жизни. Вот тут вот мы сейчас все в одном нашем круге. Все в одном нашем круге. Мы собрались и будем говорить об удивительной теме, невероятной теме, которая сейчас и сегодня актуальность не потеряла в эпоху коронавируса. Она осталась. И есть люди, которые пережили, прожили и удивительным образом подобрали невероятные инструменты реабилитации и жизни в этой теме. Дорогие друзья, вот я дорисовала. И вот, чтобы было видно. Здравствуйте. Здравствуйте всем. С вами я, Романова Лариса, психолог, психоаналитический психотерапевт, аналитический коуч, инструктор нейрографики. И сегодня тема у нас «Жизнь с онкологией и жизнь в онкологии». Очень много мифов, очень много болезненных ситуаций, которые связаны с этим. Вот, Наталья. Я прошу сейчас Наталью Фиденко, которая со мной вместе будет вести эфир «Присоединиться». И давайте поговорим о ней, об онкологии. Наталья, привет тебе, привет! Привет! Рада всех видеть, приветствую вас, приветствую участников, рада видеть. Чуть-чуть технически, как всегда, отстала. Но мы учимся. Безусловно. Учимся работать во взаимодействии. Что сейчас происходит в нашем эфире? А вот что. А я рисовала нейрографику, пока все собирались. Сейчас я покажу. И вот это наш круг сообщества. Такой голубой, который нас объединяет. Голубой океан возможностей. Возможности даются нам миром. Возможности даются нам. Бери, пожалуйста. Многие закрываются, и я только начала об этом. А многие говорят, ну что ж, какая есть ситуация, такая есть, пожалуй, я попробую. Сегодня у меня такой день. А вдруг мы сможем? И у меня завтра. Теперь твое слово, товарищ Маузер. Про тебя, твою жизнь и твой колоссальный опыт. Дорогие друзья, я снимаю шляпу перед Натальей. Мы познакомились только-только. И вот мы вчера оторваться друг от друга просто не могли. Жизнь с онкологией. Наташа Фиденко в гостях у Романовой Ларисы. Или Романова Лариса в гостях в жизни. Наташа Фиденко. Рассказывай. Ну, ещё раз поприветствую наших участников или тех, кто будет слушать нас в записи. Ну что, да, есть у меня такой опыт. Не только психологических знаний, а и путь онкологии как пациента. Сразу скажу, я не есть никаким образцом. Возможно, я расскажу о себе. Возможно, я буду каким-то примером в чём-то. Но мой опыт – это мой опыт. А в том океане, который ты только что рисовала, плавают совершенно разные. И рыбы, и кораны, и там, может быть, есть жемчужины, да. И каждый из нас уникальный. Вот. Поэтому я буду рассказать только о своём опыте. Но опыте не просто всё-таки онкопациента, да. Вот. Опыта психологического, психологической переработки своей болезни. И вот тут я хочу сразу сказать. Я имею в виду не психосоматику. Потому что как психолог, у которого четверть века уже в собственной практике. Естественно, о чём, когда вот случился уже диагноз. Я не говорю первая минута, я говорю уже диагноз, да. Конечно, у меня пошли вот эти мысли, да. Какие? Вот какие, Наташка, какие мысли? Вот скажи. Прям вытащи. Да? Психосоматика. Что ты в жизни делала не так, что это получилось? Ну, мы же все знаем. Ну, скажем так, Луиза Хейп, которая, по сути, для обывателей притащила нам психосоматику. Хотя сейчас не пересматривается всё участие, была ли она больна, да. Вот. И вот мы все знаем. Сразу скажу. У меня онкология, у меня онкология, рак молочной железы, потому что есть и другие виды, да. Я, в общем-то, буду говорить об этом. И вот мы знаем, что это что онкология, накопленные обиды, читаемые, да. И вот тут вот, что же я делала не так? Так, а я сразу скажу. Ну-ка. Эти диагноз мне был подарен судьбой к моему 50-летнему юбилею. Так. Через две недели юбилея я узнала диагноз. И вот когда, в день юбилея, я сидела и думала, как мне нравится жить. И знаете, я только-то похвалила себя, в чём я потом пошла на исповедь, спрашивая, не гордыня ли это. Что мне нравится, какой я себя взрастила к этому возрасту. Вот это вот, в первую очередь, доброта, прощение, любовь к жизни. Как я говорю, у меня, чтобы человек стал плохим, он должен это заслужить. Именно плохим, не хорошим. Я вижу, человек хороший, но я не блаженная, конечно, да. Достаточно реалист. И вот, и вдруг вот онкология связана с какими-то накопленными обидами, зажимами. Вот. И вот тут вот сразу же надо же прорабатывать, чтобы ты от этого избавился. А в патогенных зонах, в этих самых Чернобыль, ты нигде не была? Тебя туда не прибило, не было? Вы знаете, у меня чек-лист достаточно белый. То есть у меня как будто бы, ну, если не считать, что там после 50, каждая 62-я, вот, это имеет и так далее. Я так себе и назвала. Я просто 62-я. Понятно. Ты просто 60-я так. Я так далеко жила от этих в свое время чернобыльских зон, но кто-то знает. Ну, мало ли, да. Это просто вот вопрос, да, что могло привнести, да, как один из. Так. И тут я чувствую. Значит, нужно избавляться от обид. Так как рефлексировать я умею. У меня все-таки за спиной 300 часов личной терапии. Для того, чтобы я был международный диплом психотерапевта по методу символдрамы, да? Вот. А я чувствую, а энергии нет. Невозможно сейчас себя перерабатывать. Потому что тебе нужно пройти какой-то такой достаточно серьезный путь. Я к коллегам. Люди, когда прорабатывать-то обиды? Натя, вытаскивать-то. Они говорят, ну, надо. Я говорю, когда? Давайте определим время. Вот вы знаете, время не определили. Потому что, когда человек входит в онко-статус, у него очень много входит энергии на другие вещи. На какие, Наташ? Вот прямо в этой точке. Ребятам и девчонкам может быть полезно очень. Во-первых, сейчас я могу, я хотела бы коснуться чуть детальнее потом стадии прохождения. Да, отлично. Это достаточно емкая, да? Вот. Но еще и то, что тебе нужно пройти путь физического излечения. Угу. Да? Попробуйте у нас нормально пойти в поликлинику какую-нибудь. Вы уже придете оттуда измотанными, да? Да, даже думать уже. Начинаешь про это и кажется, что... А пойти в этот весь путь... Угу. В моем случае медицина была ко мне достаточно добра. Вот. Но все равно у меня это заняло два месяца. Анализа шаг за шагом. Ты ждешь результатов. Угу. Да? Я вам скажу, что когда... Как я обнаружила заболевание? На обычной маммографии. На стандартной маммографии. Угу. Вот. А на другой написано, научу кусать локти. Выбирайте. Класс. Как ты говоришь, научу кусать локти? Научу кусать локти. Супер. Ребята дорогие, запомните это. Вам говорит человек, который учился кусать локти. Конкретно свои собственные, родственников своих. И вообще как вот... И сидит, посмотрите, какая девчонка перед нами. Вот, вот. Так, отлично. То есть как бы... Почему? На самом деле, говорят, онкология не болит. Мне попал ощущение. У меня болело, болело. Но я не шла полгода. Ну, как-то... Как-то что-то я не шла. И вот, когда я пошла, получила результат маммологии, вот. Я тоже никогда не записывалась к маммологу. И с ним я почему-то пошла к маммологу. И вот он так раз листик. Ну, на вот эту световую пластину, да. Смотрю, а там вот, вот этот кругляшок. Я говорю, ой, а что это? Он говорит, ну, сейчас будем разбираться. Мы взглянули друг в глаза и сразу всё поняли. Что он тебе сказал? Вот это поняли, да? Вот как врач повёл себя в отношении тебя? А он сказал, сейчас мы возьмём дополнительное обследование. И по его результатам мы... Да? И ещё раз, глядя мне в глаза, сказал, но тысяча процентов, тысяча, что вам нужно будет это убирать? Да? И вот дальше вот об этой энергии. Он мне дал список анализов, сказал, вы их сдадите. И вот через 10 дней и эти результаты будут, пункции, готовы. Я не хочу углубляться в медицинские такие минуты. Да? Я собрала всё через 5 дней. И пришла под кабинет через 5 дней. Да, и вы знаете, я ходила туда, собачка, да? Уже готова. Хотя уже чувствовала, что со мной происходит. Ну, какой в дальнейшем путь у меня будет. Нужно сказать. А, и вот нужно сказать, что вот эта первая встреча с врачом, глаза в глаза, произошла у меня в тот день, когда моя дочь сдала свой первый ЕГЭ по математике. Она вся звенела. Я шла в этот кабинет, я летела. Я была такая настроенческая вся. А психологи знают, что на высоких эмоциях травма достаточно сильная. И когда я пришла домой, я не могла себя проявить никак. То есть ты замерла, получается, что ты замерла, да? Зависла, замерла. Я замерла. Да. Ну, это такая вот то, что называется первая стадия. Она называется шоковая. И вот я схлопнула, я пришла домой. Я как-то так диссоциированно видела свою семью, улыбалась, расспрашивала про единый госэкзамен. Да? Я не сказала сначала мужу. Долго ты молчала? С мужем где-то дней пять. Я сказала своей подруге. Ну, понятно, да, с подругой. И вот тут нам нужно сказать, что сейчас я уже прошла ещё курс терапии, проработав вот это состояние. Потому что замирание в нём очень опасно. Очень опасно. И мне казалось, что я вот так это прошла. Вот я как-то, как-то вот такая вся. И вообще меня ничего не травмировало, пока я в какой-то момент не посмотрела фильм 2 плюс 1. Где герой Амара Си, актёра, да, когда ему сказали, что лекарство не действует для его дочери. Вот тут я увидела его глаза. Ну, кто знает этого актёра. Вообще я всем рекомендую фильм 1 плюс 1 и 2 плюс 1, да. И вот эта глубина его страдания мгновенно разморозила вот то, что мне казалось, во мне нет. То, что легло вот сюда. И я начала очень сильно плакать. После этого уже прошло, я вам скажу, это где-то через 5 месяцев. 5 назад. То есть, подожди, Наташка, 5 месяцев ты сидела в состоянии вот этой заморозки, правильно же? Нет, нет. А как? Я летала, мне казалось... Понятно, летала, да. Летала, вот эта движуха была. Это абсолютно движуха. Причём, как говорили врачи, то, что для других... То, что для других, как же они сказали... То есть, у вас сколько энергии, да, что вам... То, что другие имеют в общей жизни своей, да, для вас это сниженная энергия. Ну, вот то, что после операции, да? Да, 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 да. И вот я пребывала вот в абсолютном убеждении, что со мной всё хорошо. Да? Что никакая... Ну, вот травма, я перешагнула и пошла дальше. А не перешагивается. Слушай-ка, подожди, подожди. Вот здесь вот прям точка такая реперная. Вот смотри, пять месяцев, да, разморозилась через вот фильм этот. А близкие, как вообще в этот момент... Ну, ведь они же уже знали. Пять дней прошло, ты сказала мужу. А дети? Двое детей всё-таки. Двое? Крайне помню. Да. Что делали-то? Они-то вообще... Что они-то, у них-то что происходило вокруг тебя? Скажем так, год был спланирован по-другому. Представляете, у дочери 18 лет. Потом у неё последний звонок. Подширопила мамаша. У неё, да, поступление, да. Причём, что для нас, это я говорила мужу, слушай, а что ты всегда переживаешь за ЕГЭ? А я что-то такая спокойная. Он говорит, я тоже. И это как бы не было для нас трассогенной ситуацией, да. Мы наоборот ждали, ждали праздника вот такого. Потом мне 50 юбилей, мужу 50 юбилей, да. Это должен был вау быть год. Соответственно, я... Вот я мужу сказала. Я сказала паре очень неожиданных знакомых. А потом ты подумала, почему именно к ним пошла, да? Да. Очень интересно. Для всех, может быть, это очень интересно. Знаете, что может случиться такое, что вы пойдёте вообще к неожиданным людям. Хорошо. Когда вы придёте к Наташе на группу, может быть, да, вот Наташа, скорее всего, будет делать группу, может быть, и я тоже как-то вместе с ней, там, на подпевках. Ребята, вы подумаете об этом. Почему так получается, что неожиданные знакомые оказываются в первых рядах? Нанну, Иван, извини, пожалуйста. Да, мне очень важно, да, и ты вот действительно расставляешь акценты, потому что я уже сейчас окунулась в своё состояние, в какое-то... Вот. И я скажу сразу, до того, как, например, приходить на группу, всегда лучше ещё встреча или несколько встреч индивидуальных. Безусловно. Ну вот, это как информация, это пока ещё Аня будет думать про это, там, всем что-то говорить. Так вот, и как, дети, рассказывай давай, да, так. И дальше, так как я не могла выдать себя в тревоге, мой ребёнок сдал ЕГЭ. Она, понимаете, она училась, она этого хотела, да? Вообще, у меня был праздник выпускного. Я сказала, что моя дочь будет королевой пола, и она ею была. Ведущий, да, выпускного. Вот. И я научилась жить с этим состоянием. Я помню, то есть как бы дальше я прошла по другим стадиям уже. Я точно быстро пришла к принятию болезни. Я помню, когда мы с дочерью, она уже сдала все экзамены, сдала их успешно, ну ещё до выпускного была. И мы с ней лежали, смотрели Гарри Поттера. И вот, ну, вы знаете, что счастье, это не такой вот прям постоянный. А вот есть моменты глубиннейшего, такого, знаете, психотического счастья, острого-острого. И вот я лежала, думаю, боже, какая я сейчас счастлива. Вот. И вот я говорю, я действительно научилась с этим жить. Ну, это в моём, в моей привычке в образе жизни позаботиться обо всех. Да? Вот. И я делала так, что моя дочь уехала работать в лагерь в Пионерский, который она очень любит. Спасибо. Я позвонила Аврорычу, директору лагеря, и сказала, вот так давно вместе, 10 лет. Как говорится, и в горе, и в радости. Сейчас момент горя. Забери Дашку в лагерь, чтобы она не знала. Ну, так, конечно. Она уезжает в лагерь. Я очень тебя, Наташ, прошу, вот здесь. А Дашка потом, когда всё это открылось уже, она тебе что сказала? Сначала она была в шоке. Только вот сейчас не ври. Вот это вот для всех сейчас очень важно. Я тебя умоляю. Очень чётко тебе скажу. Точно такой же момент замирания. Она приехала с лагеря, носила души, как меня выписали из больницы. Я её встретила на вокзале вот такая. Она ничего не заподозрила. И только когда мы приехали домой, я ей это сказала. Она была, конечно, в ситуации абсолютного замирания. И с какой-то своей переработки, которую мы не возвращались к ней. Почему? Ну, как бы, мы об этом не говорили. Она училась жить с новыми уроками. Одна? Она знает, что она может пойти к психотерапевту. Да? Я не буду, я ей дам на это деньги. И всё, она будет сама выбирать. Поняла. Но... То есть это один из путей. А сейчас я скажу очень важную вещь ещё. Вот то, что ты говоришь, будем? Через несколько дней, может, два дня или три, она сказала мне. Мама, спасибо, что у нас только сейчас. Эгоизм... Вот это дорогого стоит. Нет, честно. И всё, это её. Да, она подошла и сказала. И, конечно, может, очень помогло, потому что у неё сейчас... В то время был роман, потому что были... Что-то у нас случилось. Я куда-то зависла. А куда я зависла? Наташа. Ну, минутку. Вот, Наташ, ты тут, ты тут. Всё хорошо. Звука нет. Звука нет. Не слышно. Тыркни звук. Ну. Звук. Так. Так. Ой, дорогие друзья, сейчас попробуем снова. Перезагрузка вот идёт. Напишите мне, пожалуйста. Пожалуйста, очень вас прошу. Напишите мне, пожалуйста. Ира Савицкая, вы тут напишите. Меня слышно вообще? Кто-нибудь, напишите. А, всё, Наташа тут, ура. Слышно, слышно, и я слышу. Да. Да. Просу меня за технические какие-то... Да, это сейчас нормально. Сейчас вообще всё плавает у нас. Это жизнь, жизнь. Да. Так вот, и в результате она тебе смогла сказать то, что она чувствует. Да. И ты, когда это произошло, и она тебе за это сказала спасибо, что ты чувствовала? Я почувствовала, что я поступила правильно. Я вот, 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 понимаете, что такое психолог, да? Психолог, ну, вообще психотерапия. Это лишь излечение души душой. То есть это сочувствие, это чувство. Чувство. Вот почему я сказала, что мой опыт не универсален. Это мой опыт, да? Потому что я так чувствовала. Вот я чувствовала так. В моей семье я чувствовала так. Сыну я сказала. Сыну я сказала, когда была назначена дата операции. Ну, сыну, друге, моей любимой невестке. У меня еще есть маленькая внучка. Вот. И я им уже сказала, и свой вечер перед операцией, перед тем, как летит в больницу, я провела с ними. Они мне сделали уникальный подарок, от которого может лопнуть сердце. В нашей жизни был такой период, когда мой сын ломал позвоночник. Он полностью реабилитировал, полностью, да? Вот. И тогда, когда он лежал, у него был плакат нарисован, на котором, может быть, вы знаете, цапля глагает лягушку, а она уже наполовину, находясь там, лит цаплю за горло. И написано, никогда не сдавайся. Так вот, когда со мной пришла, произошла эта ситуация, они мне подарили плакат. Только там была розовая ленточка, как символ рака молочной железы, борьбы с ней, да? Он подарил, сказал, мама, а теперь твоя очередь не сдаваться. Ну, мне кажется, я не сдалась. Вот такая вот моя семья, и я чувствовала, что это так. Но всё это время, я подчёркиваю, я жила в любви к ним. Потому что, ну, я бы свои последние дни в жизни, когда бы они ни были, и я жила себе ещё много этих дней, да? Я желаю их провести в любви со своими близкими. Ну, вот, собственно говоря, так. Вот, и быстро очень важно опираться на чувства. Сейчас я ещё раз скажу. Извини о чувствах, извини за эмоции эти. Ты такая молодец, сын у тебя и дочь вообще. Ребята, какое счастье, что вот Наташка нам всё это рассказывает. Для каждого из нас это может быть колоссальной поддержкой. Понимаете? Колоссальной поддержкой. И вспомнить, вот, светлое лицо. Понятно, что мы все, когда ведём прямой эфир, мы волнуемся тоже. Никуда нам от этого не деться. Вообще, спасибо миру, что вот ты есть и в моей жизни, да? Ну, Ларис, спасибо большое, да? Спасибо большое. Извини, что перебила. Давай дальше. Когда я это, ну, извини, даже без тебя, да? Вот. Я понимаю, что чувство – это правильно. Абсолютно правильно, да? Вы знаете, как я выбирала одежду в больницу? Почему я говорю, люди, чувствуйте, не замораживайтесь, да? Старайтесь, старайтесь всё для этого. Потом переработайте, что там с вами, обиды или что там было в психосоматике. Сначала вот это. Захожу я, мне нужно купить какая-то одежда в моих фантазиях. В больницу, да? И я захожу, и вот я захожу. Просто что-то, произвините, я опять зависла. Ничего, продолжай дальше. Я зависла опять. Не останавливайся. Вот, давай. Ну, звука нету опять. Звука. Выходи. Так. Сейчас заново. Ребята, вы не думайте, я её сегодня просто так не отпущу. Это невозможно. Кто есть рядом, пожалуйста, не уходите. Посмотрите историю Натальи. Вот сейчас мы ожидаем, да, подключения. Обязательно будьте с нами. Потому что это, с одной стороны, история уникальная. А с другой стороны, вы знаете, есть много, что с каждым из ваших родственников, близких, вот, чувствуют так же, как Наталья, и вы можете быть полезными помощниками и плечом. Просто будьте с нами. Побудьте чуть-чуть ещё. Давай. Дальше. И про одежду. И, значит, я захожу, какой-то одежды, я захожу в один из отделов, и я чувствую, что я не могу отбирать одежду для больницы. Потому что я привыкла как-то там по-другому, да, как... А бельишко-то подбирало такое? Хотя не оказалось. Я имею в виду, ну, бельё-то подбирало там? Да, нет, такое. Подбирала, но с поправкой, с поправкой, да, что оно для больницы. Я зашла раз, я начала смотреть, подошла консультант, спросила, что? А я чувствую, что я хочу плакать. Да ё-моё, да не для меня это, да? Я ухожу, да. И так было второй раз, и так было третий раз, когда я была готова уже подбирать для больницы. То есть насколько важно ловить вот эти свои самоощущения. Да. Не заставлять, правда же? Не заставлять, тем более, ну, когда я спросила доктора, говорю, насколько мне нужно быстро это сделать. Она мне говорит, ну, в принципе, по вашему типу, по вашей стадии, вы идите спокойно к этому. Но как вам жить с этим? Если вы будете там задерживаться? Ну, и я просто как бы степ-бай-степ, шаг за шагом, да. Видите, как ребята дорогие, у нас рвётся эфир. Но вы не уходите от нас, пожалуйста. Алло. Включай? Ага, всё, ура. Тут. Мы себя подключаем, да. Я подключилась. Да. А, я подключилась опять. Ну, дальше, дальше. Или подключилась. Врач сказал тебе, что как ты с этим будешь жить? А дальше? И я просто пошла по этому пути. Какая точка дала возможность тебе пойти? Мы не говорили, но желание жить, да, есть проблема. Её нужно преодолеть. Преодолеть. Всё. Потому что я всех, всем, да, медицинская, излечение, медицинская компонента в данном случае главенствует. Просто главенствует. Да. Но без настроя, как говорится, у Бога нет рук, кроме ваших собственных. Да. И ног у него нет, кроме ваших собственных. Да. Важно идти по пути к излечению медицинскому в то время. И даже в первую очередь. И всё. И я проходила все анализы. Я проходила всё-всё-всё-всё-всё. Собирала, собрала консилиум. Ожидание квоты. Вот здесь я хочу ещё. Я сделаю такой акцент. Очень важно. Если нас смотрят через другие государства, я не знаю вас, но я говорю за Россией. что практически все анализы, за исключением каких-то, возможно, некоторых, да, все наблюдения за тобой, операция, и я позволю тебе это открыть, имплация, потому что женщин выпускают прутью сейчас, да, всё проходит в полис обязательного медицинского страхования. Какая-то фантастика. Да, более того, в Москве, так как я в Москве живу, есть федеральные институты, куда в форме 057, взяв у себя форму, могут сюда приехать на обследование, на диагностику, на операции. И дальше на прохождение лучевой и химиотерапии. Наташ, ты сможешь написать это в посте обязательно, вот после эфира? Напишешь тогда вот эти вот такие ништяки, которые народу будут вот так вот полезны, учитывая название этой формы. Пометь, пожалуйста, у себя, ладно, а я у себя. Да, 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 у меня тут как бы, да, важная информация, ну, и всё, и я, и я пролечилась, да, да, и писали, и сказали, сейчас вы здоровы, ну, у вас впереди ещё лучевая терапия, у вас впереди ещё, ну, наверное, пожизненная таблетированная химиотерапия, да, вот, но сейчас вы выписываетесь. Да, всё равно статус мы, давайте мы не будем кривить душой, онкология заболевает, хроническая, хроническая, и ты знаешь, у тебя есть этот страх, вот, и страх рецидива, рак, он также присутствует. Что ты делаешь, чтобы его, чтобы в нём жить? Что ты делаешь с этим? Нет, ну, во-первых, он у каждого больше или меньше. Ну, вот ты конкретно. Потом я сказала, ну, первое, что я сделала, это, нет, первое, что я сделала с церковью, да, понятно, да, я пошла в церковь, и батюшка мне сказала, ты заболела, и ты лечишься. Я начала говорить, батюшка, может быть, не наказание это, вот за то, за то, вот такая была в жизни ситуация, и он мне сказал, не надо сейчас ничего увязывать, и выстраиваешь предубеждение, а предубеждение – это грех. Сейчас. Ты лечишься. И я не концерталистка. Да, да. Ну, сколько, Господь даёт, равно когда-то умрёт. Мы не знаем, когда. Видите, мне, например, для родственников пациентов ремарка. Да. Нельзя говорить, что кто, где-то, там-то, или вот так переборол. Это не поддерживающая стратегия. Но можно говорить на примерах очень близких людей, которые вы знаете. Так вот, родная бабушка моего мужа, Анна Ивановна, в моём возрасте прооперировала рак молочной железы. Ага. Господь ей дал. Она полгода до столетия не дожила. Ёлки-палки. Ну да. То есть она практически 50 лет прожила, понимаете? Ну, мы сейчас в нынешней ситуации коронавируса, да? Когда вот это витает вокруг, да? А вот здесь вот, ну, ты, конечно, ты сколько-то ухаешься вниз. Ну, там у онкопациентов есть свои ассоции, есть даже свои плюсы в нынешней ситуации. Но об этом, я не знаю, успели мы поговорить, может быть, мы сделаем отдельный эфир, или я напишу пост. Да, вот прям вот очень надо. Как вот на нашем университете, как решат, да? Да, 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 правда. А скажи мне, можно я тебя спрошу? Можно я тебя спрошу? Конечно. Вот про наказание абсолютно понятно, что и психосоматика, и вот можно это бесконечно копаться, и тормозить себя, и ничего не делать, и разыскивать, откуда ноги растут, и упускать время, и так далее. Делать, а искать будем потом. Это тоже понятно. И огромное спасибо за то, что ты вот это озвучила. Вот, скажи мне, а вот когда ты уже сделала, вот пришла, и есть вот этот вот статус сам, статус, да, и он пожизненный, и понятно, что вот действительно бабушка еще 50 лет прожила столько же, сколько до этого, да? А вот в моменте, когда ты в этом во всем находишься, меняется отношение к смерти? И если да, то каким становится отношение к смерти? Именно к смерти, как к объему какому-то жизни, это всегда объем. А смерть – это что? Можешь рассказать? Расскажи об этом. Хорошо. Давайте я только сразу скажу, опять вернусь к тем своим предыдущим часам психотерапии, которые у меня в жизни уже были. Я проходила тренинг, то есть я проходила тренинг отношения к смерти. Отношение к смерти? Я прорабатывала, я прорабатывала в некоторых моментах, но это было лет 15 назад. То есть, ну, тем не менее, вещи уже были переработаны и отпущены, возможно. Ну, кое-что там, конечно, сохраняется, как всегда. Вот, потом, еще раз. Вот для меня смерть – это о жизни. Спасибо, что есть минута, спасибо, что было время. У меня два с половиной года назад умер родной брат. И вот он уходил 15 месяцев, у него был очень обширный инфаркт. Вот, потом второй инфаркт. Мы боролись за его жизнь, сделали очень сильные такие операции, но очень много сердца пострадало, справилась. И знала, что нам отпущен уже какой-то срок. И вот каждый день я заполнялась, мы общались онлайн, я заполнялась любью к нему. И когда... Только, Люди, пожалуйста, опять нам нужно повторить. Давай. Так, вот. Видите, тема какая сегодня серьезная, и рвется эфир. Но я даже не удивляюсь. Мы вообще разговариваем сейчас, вот. Вообще мы с Богом разговариваем. Вот. Мы это все время делаем. Мы сейчас особенно. И вот, и дальше, Наташ, ты тут, давай. И вот, брат, заполнялась любовью. То есть ты настолько к этому... Ночной звонок поняла, что брата моего уже нет. Первое, что я подумала, я еще больше буду любить твою себя. Вот. Любить окружение. И поэтому, вот, и сейчас-то ситуация, которая произошла со мной, да, я еще больше люблю жизнь в этом моменте. Более того, я всем рекомендую... Я желаю, чтобы ни у кого не было онкостатуса. Но я всем рекомендую то, что я начала... Спасибо Вика, моя подруга, года два назад уже, да. Я начала ввести дневник благодарности. В который вечером перед сном записываю благодарности миру. Причем я записываю мелочи. Вот мелочи. Вот я точно знаю, сегодня я запишу. Спасибо за Ларису, отклик на меня эмоциональный. Вот, понимаете, что для онкопациента одно из важнейших вещей это наполнять свою жизнь важными мелочами. Потому что, в целом, как бы плохо. Да? Вот смотрите, есть чаша. Да? Онкозаболевание. Плохо. Да? Вот. И вот все в этой части чашка. И вот мы начинаем замечать мелочи. Как будто бы мы делаем там прорези какие-то. Или отверстия, да? И вот раз, и вот это может начинать утекать. Да? Раз, раз, раз. И когда мы превращаем вот эту чашу в некоторое сито или даже крупными отверстиями, да? Вот это все протекает. Чаша есть там. Но оно утекает. Утекает. И вот эта чаша, она уже не такая тяжелая. Возможно. Ну, это один из то, что мы советуем онкопациентам. Да. Да? Вот это раз. Поэтому мое отношение к смерти, то, что она будет, но пока есть жизнь. Как говорила моя соседка, которая тоже пережила онкологию, она сказала, я буду цепляться за эту жизнь. Руками, ногами, ногтями. Но на маневрении. Ура! Точно, точно. Сказала моя соседка в 62 года, у которой обнаружили рану на четвертой стадии. У нее все сейчас. Тьфу-тьфу-тьфу-тьфу. Хорошо. Да. И маникюр тоже. Вот. То есть смотри, какую ты вещь теннейшую говоришь. Чем человек меньше пытается сделать другим плохо, чем больше он пытается доставить радости и себе, и другим в жизни, да, постараться даже обнять, даже плакать вместе, даже, да я не знаю, все проживать, вот, каждой клеточкой своего тела, не жалея, но только с маникюренными ногтями для девочек, да, а для мальчиков в лучшей тачке, которую я вот хочу добиваться, да, результат, чтобы был, чтобы было куда. Это помогает выходить вот в жизни? Помогает? Обязательно. 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 Да. Потому что застревание в статусе, он есть, но какая продакция, да, у детей, это ваше дело, ваш опыт, да. Вот мы были на канале Спас, сейчас мы, наверное, нужно повторять нашу перезагрузку. Давай, будем, давай, да. Так, ага, вот, повторяем, повторяем, ждем Наталью, сейчас она пока там переключается, вот ожидание идет, да, и подключится обязательно. Наташа очень хороший психолог, действительно, с великолепным опытом работы, и она очень часто и на телевидении, и вот сейчас была на канале Спас, вот про это и рассказывай. Давай. А, вот, и вот на канале Спас спросили, присутствия отца стихия, спросили, а вот некоторые люди говорят. Пока слышно, пока слышно, пока слышно, давай, не вот, давай. Давай, да, да, не слышно, не слышно, давай заново. Давай, ребят, вот даже не надейтесь, выключайте. У нас очень важная тема, очень важная, и правда, я все-таки, у нас очень важная тема, жизнь в онкологии, жизнь с онкологией, жизнь, жизнь в жизни, дорогие друзья. И Наталья Фиденко, великолепный психолог, с огромным опытом, и вот она все-таки о телевидении. Недавний был опыт выступления на канале Спас. Давай. Слышно тебя? Давай, говори. Да. О, звук есть. Алло. Не слышно, нету звука. А, вот есть. Вот, есть, ура, есть. А, и вот, да, 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 а изображение? А изображение? Москвы, а в центре Москвы сейчас, чтобы вы вот, да, те, кто, все, кто там, там все глушат, и патрули ходят через каждые два метра народу, вот, и штраф наберут. Да. Слышно ли меня сейчас? Слышно. Да. Все, спасибо, да. Вот, и я хочу вернуться, да, к отцу стихию. Когда ему спросили, вот, а некоторые люди не борются, да, что вы на это скажете? Вот, говорят, Господь мне это послал, и я это безропотно принимаю. Как бы вот диагноз уже как приговор. И он нам сказал, что вы засылаете голод, например, тоже испытание, но вы же, да? Получается, что вы боретесь с испытанием. Вот здесь, то есть, священники говорят, иди и боритесь. Да. Поскольку правильно ты сказала, у Бога нет рук других, чем наши, у Бога нет ног других, кроме наших. Наташа. Да. Да. Наташ, ну, вот видите, наверное, давайте мы будем уже тогда завершать прямой эфир. Давай, Наташ, я тогда уже тебя не буду, наверное, подключать, потому что будем мы рваться. Я, Наташа, писала, мы составляли прям план, да, вот, про свою историю. Какие стадии? Вот, нет, все-таки надо, все-таки надо подсоединить Наталью, потому что я бы очень хотела, чтобы она сама рассказала про стадии. Вот у нас еще есть 10 минут, и стадии прохождения, вот сейчас будет подключение пока, да, это очень важно. Стадии прохождения, Наташ, вот давай, пока есть еще у нас тут эфир. Вы знаете, я не знаю, стоит ли, я могу их очень быстро перечислить. Короче, да. Но, если будут отклики, да, мы можем сделать еще один эфир, потому что здесь нужны некоторые разъяснения. Да. Потому что шоковая стадия, это есть стадия отрицания, есть стадия депрессии. Депрессии. Эх, зависает опять. Зависает. Давай я... А, есть. И потом уже принятие. Ну, там еще есть подпункты. И потом принятие. Зависает, Наташ, давай я еще раз скажу, может быть, меня будет слышно, да. Да, значит, стадий несколько. И это отрицание, да, вот гнев, ну вот, да, торг, депрессия. И это отрицание этого действия. Но на самом деле действия не после, а все равно в процессе. Когда люди знают о том, какие, какие стадии необходимо пройти, через что пройти, то действия человек делает во всех этих стадиях. Дорогие друзья, я понимаю, сегодня у нас действительно рвется эфир. Ну, что делать? И тема у нас непростая. Наташ, я тебя не буду больше подсоединять, я тогда просто завершу сейчас, если Анна не будет против, потому что рвется уже много. Давайте мы будем тогда вот его завершать. Наверное, я буду просить вас всех, и Наташа тоже уже об этом говорила. Дорогие ребята, дорогие друзья, девочки, мальчики, неважно, сколько нам всем лет, мы все равно остаемся теми девочками и мальчиками, которые пришли в эту жизнь, да, и так мы ее и проживаем. Так вот, если интересно вам, если эта тема вас задела, зацепила, она вам важна, напишите в комментариях, напишите, пожалуйста, вот, да, под этим эфиром, он будет выложен и под постом, и Наталья, и я, мы его сделаем. И свое мнение выразите, пожалуйста, если вы хотите, мы сделаем специальные эфиры по стадиям, да, потому что это невероятно важно. Дальше, вот мы с Наташей писали, значит, по самопомощи, это тем, кто уже оказался в этой ситуации. Наташа в этом съела собаку, и не одну, имеется в виду шоколадную, вот, а живых мы не едим, вот. По самопомощи, да, и как вести себя близким онкопациента. Я напоминаю вам, что Наташа мужу сказала только на пятый день, смогла, да. Сын знал у Наташи о том, что она идет и перед операцией, она провела и с сыном, и с невесткой, и с внуком, да, вот, или внучка там вот у нее, как раз вечер, и дочка, которая в стрессе была, вот, она сама сдавала ЕГЭ, поступала там, да, ей необходимо было отдохнуть. Вот осознанное, ответственное решение мамы снять со своего любимого ребенка вот эту нагрузку сейчас, чтобы дочка сил набралась и смогла бы принять это событие, это сообщение, не сломавшись, потому что каждый из нас знает, что такое ЕГЭ, да, вот, я его не проходила, но я это вижу все время, пожалуйста, по своим, вот, пациентам, кто приходит. Поэтому, прежде чем что-то делать, вам дается время, каким образом, обезопасить себя, обезопасить своих близких, подстроить, да, во время пандемии, да, а как же вести себя пациентам во время пандемии, да, а также, как вести себя во время, да. Вот у нас будут эти несколько эфиров, если у вас будут запросы, потому что у онкопациентов во время пандемии есть определенные тонкости, и мы готовы будем выйти в эфир там, ну, вот, может быть, там, когда нам дадут такое время. Мы готовы, потому что пандемия сейчас, у онкопациентов есть большое преимущество перед другими, знайте это, это заключается там, в самих препаратах, которые, ну, и, соответственно, в том, что происходит с организмом. Дальше, с близкими, вот, самопомощь, методы помощи пациентам, да, и методы самопомощи, это реабилитация. Наталья провела колоссальную работу для того, чтобы собрать огромное количество информации по тому, как проходит реабилитация, и что мы можем сделать для наших близких, и что каждый онко-статусник может сделать сам для себя. Правильно, Наташа, я говорю? Правильно я говорю? Вот, поэтому, знаете, что груз на всю жизнь бывает разного веса. Грузовым он бывает. И можно вот так вот жить всю жизнь и говорить, что я виноват перед всеми, все виноваты передо мной, и я больше не хочу жить. Не хотите жить? Прекращайте есть. Правильно, да? А раз вы едите, то, значит, признайтесь себе, что жить вы хотите. Просто начните это хотеть на всю катушку, на всю катушку, сколько бы не удалось прожить, на всю катушку. Потому что есть люди, кому имеет смысл сказать, прости меня, я такая дура, я так многого не понимала. Наташа вот подтвердит, да, Наташа, я тебя люблю, я тебя люблю, правда, так есть. Найдутся люди, когда можно сказать кому-то, да, я тебя люблю, прости меня, я не ценил тебя или не ценила тебя, я, да вообще чего-то как-то неправа было. Найдутся люди, которых можно просто обнять и отдать долги, отдать долги перед тем, как идти на эту операцию. И я не имею в виду здесь долги только материальные, дорогие друзья, это немножко не так. Отдать долги, позвонить. Спасибо. Спасибо.